Сью Санна. Хозяйка маршрута «Иные миры». Глава первая. «Машина у подъезда, Дашенька», — помахала Катя телефоном, заглянув в детскую. «Сестра вызвала такси, пока я прощалась с новорождённой племянницей». «Скажи, что уже спускаюсь», — прошептала я, боясь разбудить кроху. Я, хотя оторвалась от кроватки, малышка посапывала так сладко, что у меня слёзы на глазах наворачивались от умиления. Сморгнула их и, поднявшись, пошла в прихожую обуваться. Покидать розовое царство маленькой принцессы было тяжело, но надо. Засуетилась, пряча от сестры мокрые глаза, подхватила с полочки сумку, уронила, подняла и всё же взглянула на Катю. Раскинула руки в приглашающем жесте. Сестра улыбнулась и шагнула в мои объятья. «Ты не представляешь, как я счастлива и немного боюсь», — призналась она тихонько куда-то мне в шею. От молодой мамочки пахло молоком и детством. Я зажмурилась и вдохнула родной запах полной грудью. «Всё будет хорошо, вы справитесь, родная». Я погладила Катю по спине. «Маше уже ничего не угрожает. И Макс у тебя молоток». «Да, да, я всё понимаю, но всё равно очень переживаю за доченьку». Схлипнула младшая и надрывно заревела мне в плечо. Гормоны у неё ещё бушевали. «До сих пор не верю, что я наконец стала мамой, Даш. Ты же завтра приедешь к нам, да?» Сестра так отчаянно молилась, что я на миг испугалась. «Ну, конечно, приеду. Как я вас оставлю?» Поцеловала Катю в щёку и отстранилась. «Куда я от вас денусь?» «Сейчас побегу, пока машина не уехала. До завтра, моя хорошая». Мне не хотелось расставаться ни на миг, но всё же я понимала, что у сестры своя семья и нельзя брать на себя обязанности Макса. Пусть сразу вовлекается в процесс. В конце концов, он Машеньку тоже очень хотел. И вместе с нами от начала до конца прошёл все тяготы, связанные с её рождением. Зачатием и беременностью у моей сестрёнки были огромные сложности. Мы чуть не потеряли малышку на 21 неделе. Ох, как вспомнила, аж плохо стало. И опять по щекам потекли слёзы. Что-то я совсем сегодня расчувствовалась. Сама себя не узнаю. Но чему удивляться? Мы пережили настоящий ад. И я ещё долго держалась. Лифт доехал до первого этажа, и я принялась шарить по карманам. Выудила платок и поспешила промокнуть им глаза. Вышла из подъезда. Машина пыхтела у обочины. Я открыла дверь и села на заднее сиденье. Водитель тронулся, а адрес не уточнил. Ну, а это меня в тот момент не насторожило. Наверное, сестра указала конечный пункт маршрута, поэтому он и не спросил. Я настолько была поглощена переживаниями, что забыла о разумной бдительности и автоматом находила мысленное оправдание всяким странностям. Я откинулась на старомодную велюровую спинку и прикрыла глаза. Всё же день сегодня выдался длинный и непростой. Сначала готовились к выписке, потом забирали девочек из роддома, потом был праздничный обед с родственниками, потом я нянчилась с Машенькой, давая сестре возможность отдохнуть. «Пришло время расплатиться!» Мужской голос прервал хоровод мелькавших кадров минувших событий. Я поморщилась. Ему бы с такими вокальными данными не в такси работать, а в театре вселенское зло играть. «У меня оплата с карты спишется», — ответила, не открывая глаз. «Нет, ты не поняла, Дарья. Пришло время расплаты. Ты просила сохранить жизнь нерождённому ребёнку». Прозвучало, как гром среди ясного неба. У меня всё внутри оборвалось. Усталость прошла, как и не бывало, и я резко села, распахнув глаза. За окнами царила кромешная темень. Ни фонаря, ни звезды. В салоне тускло светили лампочки приборной панели, и я видела только силуэт водителя. «Господи, что происходит?» «Сказать, что я испытала первозданный ужас, ничего не сказать. У меня волосы на голове зашевелились, руки и ноги стали ватными». «Да?» — выдохнула я не своим голосом. Когда Катя попала в больницу с угрозой выкидыша, и врач сказал, что у неё самой состояние крайне тяжёлое, я так сильно перепугалась, что готова была абсолютно на всё. Я действительно кому только чего не обещала. «Я исполнил свою часть сделки. Пришло время тебе исполнить свою». «Боже, о чём он?» Я в те дни в церкви часы проводила, и к бабке-знахарке съездила, и на какого-то идола свою золотую цепочку надела. К нему меня отправила как раз та бабулька. И что делать, тоже она сказала. Ох, я ещё в момент, когда просила из тукана и подносила свой дар, так сильно напугалась, померещилась, что идол моргнул и кивнул мне. Бежала я из того леса, роняя тапки. Но буквально я вышла на дорогу, мне позвонил Макс и сообщил, что Катя с ребёнком в порядке. Конечно, я позабыла всё на свете от радости. А сейчас как вспомнила, так и вздрогнула. Будто всё случилось только что. По спине побежал холодок, заставив поёжиться. Лже-таксист повернулся ко мне и протянул что-то длинное и блестящее. Пригляделась моя цепочка. Она тускло мерцала и покачивалась в грубой деревянной руке. И я закричала от ужаса. Передо мной сидело ожившее деревянное чудовище и сверкала красными, как кровь, глазами. «Свят, свят, свят!» запричитала я и принялась лихорадочно креститься. «Мать-земля! Ну почему они все это делают?» Спросила чудовище у пространства, а потом опять посмотрела на меня и устало внесло дельное предложение. «Дарья, давай ты закончишь истерику и просто выслушаешь меня». Почему-то эти простые слова, произнесённые за могильным голосом, меня немного успокоили. Хотя, возможно, идол применил ко мне магию. «Не знаю». Но на его вопрос я кивнула и даже нашла в себе силы добавить. «Хорошо, я готова вас выслушать». Деревянный водитель повернулся ко мне целиком, забыв об управлении автомобилем. «Так вот, заключив со мной сделку на новую жизнь, ты отдала мне свою и подтвердила это, вручив в залог личную вещь». «Залог?» «Залог — это 20 граммов золота?» «Пф, ерунда». «Ой, да забирайте себе эту цепочку с концами», обрадовалась я. «Мне не жалко. Я согласна лишиться этого залога». Вообще-то я с украшением ещё в лесу попрощалась. Да и не очень-то дорога моему сердцу была эта цепочка. Никакая не память, просто побрякушка из драгметалла. «Ты не дослушала, но перебиваешь». Недовольно проворчал истукан, и я притихла, затаив дыхание. А он продолжил. «Личная золотая вещь навсегда сохраняет след твоей ауры и является нерушимой печатью. То есть, вручив мне печать, ты поклялась, что отдашь долг. Разве ты не знала?» «А это что ещё значит?» Холодок неприятного предчувствия вернулся и опять пробежал по телу, поднимая тонкие волоски. «А незнание освобождает от ответственности?» Спросила с надеждой и для пущей верности помотала головой, сообщая, что ничего не ведала. «Конечно, я ничего не знала. Бабуська мне и слова не сказала про какие-то там долги». «Нет, не освобождает», — отрезал истукан деревянным голосом. Он был очень убедителен, и я прикусила щёку, чтобы не впасть в панику. «Вы меня теперь убьёте?» — прошептала онемевшими губами. Внутри всё похолодело, и двигались они плохо. «Отдать жизнь в залог — это ведь смерть, если я всё правильно понимаю. Неужели всё? Конец?» «Зачем бы мне это делать?» — удивился монстр. «Я требую отдачи долга исключительно для своей выгоды. А какой мне прок с тебя мёртвой?» Я растерянно похлопала глазами. «Да мне-то откуда это знать? Может, вы душами питаетесь?» — предположила я. «Нет, я же не демон какой-то», — возмутился деревянный идол. «А кто?» — уточнила я. От осознания нереальности разговора страх понемногу отступал, и я смогла задавать логичные вопросы. «Удивительной глупости ты, женщина, Дарья!» Пошла с просьбой, неведомо к кому, толком не узнав, чем тебе это грозит. Осудил меня древний истукан и даже покачал головой. Но тут я с нелюдем была согласна, поэтому даже не возмутилась. «Святодар-кудесник я. Могу одарить любым чудом, но за плату. Теперь ты будешь на меня работать, пока не выплатишь долг». И всего-то мне прямо полегчало. Я не бедствовала. Владела тремя салонами красоты и не пугалась слова «выплате». «Сколько?» — спросила деловито, прикидывая в уме, сколько имею свободных средств. «А, ерунда. Если что, кредит возьму. Или один из салонов продам. Не страшно». «Соберешь мне тридцать мер чистого восторга, сможешь вернуться к привычной жизни». «Чего?» — опешила я. «Это еще что и каким образом его собирают, и что значит мер?» Такой валюты я не знала. В голову заползло неприятное подозрение, что все окажется не так просто. «Сложным, само собой», — обрадовал Светодар, подтверждая мою догадку. «Ты станешь хозяйкой моего поезда, который ходит сквозь миры, а чистый восторг будешь собирать с пассажиров в качестве оплаты за проезд. Улавливаешь суть». Если опустить, что все сказанное деревянным истуканом звучит бредово, то смысл его слов не уловить сложно. Уж мне ли владелице бизнеса, ориентированного на восторг клиентов, не знать, как его добиваться? Придется очень сильно постараться. «Да, но как же его собирать? Разве он материальный?» «Катя, о чем я? Поезд ходит по мирам, я беседую с деревянным идолом. О чем нормальным и материальным можно спорить?» «А это ты узнаешь на инструктаже», — не стал вдаваться в подробности Светодар. «Старая хозяйка экспресса передаст тебе дела и все покажет. Будь через три дня ровно в десять утра в лесу, на том самом месте, где просила меня о чуде. И не вздумай опаздывать». «А с сестрой мне навсегда прощаться?» Дрогнувшим голосом спросила я, когда до меня дошел смысл указания. «Ты сможешь ее навещать, но редко», — отлегло от сердца. «Придумай объяснение своего исчезновения как-нибудь сама». Дверь такси резко открылась, и я обнаружила, что оно стоит у моего подъезда. Я вышла. Время еще не очень позднее, горят фонари и гуляют люди. Я оглянулась на машину, но она растворилась в пространстве прямо на моих глазах. «Что за чертовщина? Может, мне вообще все пригрезилось? Может, я задремала?» Собралась обрадоваться, но... Разжала кулак, а в нем та самая злополучная цепочка. Похоже, я попала в какую-то нереальную передрягу. Глава вторая «Здравствуйте, Дарья!» Поприветствовала меня консьержка Людмила Ивановна в холле дома. «Вам тут букетик просили передать?» Дежурная передала мне через стойку охапку связанных лентой чайных роз, и я с огромным облегчением и радостью протянула к ним руку. Меня до сих пор потряхивало от пережитого стресса. А жест Людмилы Ивановны был таким привычным, земным, повседневным даже, что я не могла этому не обрадоваться. Да и вообще происходящее сейчас в холле так контрастировалось с тем, что случилось со мной в такси, что я опять подумала, «Может, мне все померещилось, а цепочку я просто подобрала на сиденье? Может, она вообще не моя?» В груди зарождалась надежда. «Спасибо, Людмила Ивановна. Давно привезли?» Я взяла букет и поднесла к носу. Мой новый поклонник Дмитрий часто присылал цветы. Эти розы пахли умопомрачительно. Хороший все же мужчина, Дима. А я так и не допустила его к телу. Эх, если все обойдется, и через три дня ничего не случится, приглашу его в гости. Решено. До минут пятнадцать назад я улыбнулась консьержке и поспешила к лифту. Поднялась на свой этаж и подошла к квартире. Едва вошла, уловила родной запах. Вдыхала бы его и вдыхала. Обвела взглядом любовно обставленную прихожую. Я над каждой деталью интерьера долгими часами билась с дизайнерами. Копалась во всевозможных каталогах, ночей не спала. Я любила свой дом. Он дарил мне покой и умиротворение. Вот и сейчас оказалась в родных стенах, и мне вообще расхотелось думать о произошедшем. Я швырнула цепочку на обувную тумбу с глаз подальше, прошла в гостиную и упала на диван. Мозг вошел в стадию отрицания и отказался обрабатывать негатив. Но получалось у него не слишком хорошо. Так или иначе, картинка возвращалась к деревянной руке, протянувшей мне цепочку. Я боролась с этим видением минут пять, а потом тяжко вздохнула и решила принять пенную ванну. Может, в ней расслаблюсь окончательно и смогу решить, что только что со мной было, сон или явь. Разберусь и буду думать, как поступать дальше. Открыла воду, высыпала соль, навела пены и, раздевшись, погрузилась в огромную чугунную посудину с головой. Я специально купила такую ванну, чтобы в ней можно было поместиться в полный рост. Я люблю плавать. Закрыла глаза и погрузилась в ощущения. Вода умела утешать. Тихое шипение пены и звуки лопающихся пузырьков действительно умиротворяли. Дашенька, внучка. Вдруг раздался почти забытый бабушкин голос. Сколько лет я его уже не слышала. Очень много. Боже, я так соскучилась. Послушай меня внимательно, моя девочка. Я открыла глаза и обнаружила сидящую на бортике мамину маму. Она выглядела такой, какой я её видела в последний раз. Добрые глаза, обволакивающие меня любовью, вязанный голубой берет на коротко стриженной голове, узловатые пальцы и короткая улыбка. Такой я видела её в день смерти. Только это почему-то меня ни капельки не испугало. Наоборот, обрадовало. «Конечно, бабуля, я же всегда тебя слушаю». С воодушевлением ответила я давно ушедшей родственнице. Словно разговаривать с умершими для меня было привычное дело. «Умница, Дашенька». Похвалила бабушка меня от души, как всегда делала. «Давай я тебе голову вымою. Пока суд, да дело». Я протянула бабуле шампунь и, развернувшись, села к ней спиной. Она провела расческой по моим волосам, и мне вдруг стало так легко на душе, что захотелось болтать, не прекращая. «Ты расскажешь мне про Светодара?» «И про него, и про Кару, которая постигнет любого, кто нарушит данное кудеснику слово. Всё расскажу, моя девочка». Бабуля перебирала мои мокрые пряди, рассказывала о нерушимых клятвах, страшных последствиях их нарушений и точно творила в это время магию. Я стала мыслить рационально и без сантиментов. Я вдруг поверила, что Светодар реален. «То есть я правильно понимаю? Сделать вид, будто ничего не было нельзя?» — лишь уточнила я. «Ни в коем случае, моя кровиночка». Бабушка всё перебирала и перебирала мои волосы, а я с каждым её движением приобретала силу принять случившееся и не отчаиваться. «Иначе Светодар заберёт свой дар и тебя накажет, и станешь ты не добровольной его работницей, а вечной рабыней». На этих её словах морг разом улетучился. Я как только представила, что деревянный стукан заберёт свой дар и Машеньке не станет, вздрогнула всем телом и сразу вспомнила, где нахожусь и что бабушки давно нет. Села, расплескав воду на пол, раскрыла глаза пошире, протёрла их. Никакой бабули на бортике не наблюдалось. Мигом осознала, что всё произошедшее просто плод моей фантазии. И точка. Единственное, что выглядело странным, мои мокрые волосы оказались заплетёнными в тяжёлые косы, а глупые мысли, что в лес можно не ездить, из намыленной головы улетучились безвозвратно. Вместо них появилось понимание, что у меня просто неимоверная прорва задач, которые нужно успеть решить в ближайшие три дня. Основные — что говорить родственникам и как быть с бизнесом. Я выскочила из ванны, как пробка из бутылки, расплёскивая ещё больше воды на кафель. Чего это я рассиживаю и время теряю? Рефлексировать буду позже, когда решу все вопросы. Вытерлась наспех, накинула халат и взялась за телефон. Время, конечно, для приличных звонков было совсем неподходящим. Но Лёва, управляющий моими салонами, как пионер, готов всегда. Не зря он у меня был на быстром наборе под цифрой один. «Лёва, доброго! Лети ко мне срочно! У нас намечается Армагедец!» Обрадовала я друга детства. «Понял, буду!» Не стал причитать он в трубку. «Лёва у меня настолько отзывчивый и лёгкий на подъём, всегда готов на любые авантюры, что иногда хочется его хорошенько встряхнуть, чтобы одумался. Люблю его за это, со страшной силой». Набрала следующий важный номер быстрой кнопкой под номером 3. «Привет, мам. Вам с папой надо вернуться как можно раньше. Кате понадобится помощь». «Что случилось? Менять билеты?» Мама, конечно, перепугалась. «Они с отцом?» «Уже три года безвылазно жили в тёплой заграничной стране. И это мы к ним в гости есть, а не они к нам». Ради долгожданной внучки родители пошли на огромные жертвы и собрались-таки покинуть свой солнечный рай, когда Машеньке исполнится два месяца. А тут я с ужасными заявлениями. «Да, меняйте. Через три дня мне нужно срочно уехать, и я не смогу быть рядом с девочками. Я тебе при встрече расскажу, куда уезжаю и зачем». На самом деле я не имела понятия, что говорить родным и близким. Тут у меня вся надежда была на Лёву. Он голова. И ему я могла рассказать всю правду, не опасаясь, что друг мне не поверит. «Ох, не пугай меня, Даша. Тебя в тюрьму, что ли, сажают?» Почему-то предположила мама страшным голосом. Я даже не сразу нашлась, что ответить. Несколько секунд стояла и как рыба беззвучно открывала и закрывала рот. «Не выдумывай, мам!» В конце концов рявкнула я возмущённо. «Всё некогда мне. Жду сообщения с номером рейса». Сбросила вызов и открыла в телефоне заметки. Надо хоть план составить, чтобы ничего не упустить. Пункт первый. Разработать легенду исчезновения. Пункт второй. Подготовить бизнес к тому, что меня не будет даже на созвоне. Пункт третий. Составить совещание. Пункт четвёртый. Собрать вещи. Вещи. А Светодар даже и не сказал, нужно ли брать с собой вещи. «Ой, ладно, это уже мелочи. Возьму. А если нельзя, в лесу оставлю. А то явлюсь налегке и облажаюсь. Выставлю себя перепуганной идиоткой. А я точно не такая. Я тридцатилетняя и успешная бизнес-леди. И другой даже прикидываться не хочу». Пока набрасывала список необходимого в долгой отлучке, не заметила, как прилетело время. Резкий звонок в дверь заставил подпрыгнуть. «Лёва, ну, наконец-то». Поспешила впустить друга в квартиру. «Что стряслось?» обеспокоенно спросил он с порога. Выглядел управляющий моими салонами хмурым и растрёпанным. Явно одевался в попыхах. «Ты же любишь всякие книги и фильмы фэнтези?» Пошла я в наступление без лишних реверансов. «И не вздумай отпираться. Я помню, как ты затащил меня в кинотеатр на картину про попаданцев «Наш мир». А ещё я видела, как ты книгу про попаданцев читал. Я строчила обвинения, как из пулемёта, чтобы Лёва не вздумал отпираться, а настроился на нужную мне тему. Ну, допустим». Недовольно пробурчал он, скидывая кроссовки и доставая с полки свои личные тапочки. «Каким образом моё маленькое хобби привело меня к участи быть вырванным тобой из постели среди ночи?» Когда Лёва сердится, он превращается в зануду. «Прямым», развела я руками, пытаясь показать другу весь объём случившейся опы. «Через три дня мне предстоит стать попаданкой. Мне нужна твоя помощь, Лёв. Расскажи, что брать с собой, что сказать родственникам. И ещё тебе придётся управляться с салонами самому. Разумеется, зарплату я тебе повышу». Лёва, выслушав этот монолог, посмотрел на меня странно, очень обеспокоенно, где-то даже перепуганно. А потом подрогал мой лоб и разозлился. «Знаешь, Даш, очень хреновая шутка. Я пока ехал, что только себе не надумал. А ты зачем-то решил развлечься среди ночи? Ты там напилась у сестры, что ли? Ну-ка, дыхни». Наверное, я переоценила веру любителей фэнтези в любимые истории. Придётся по-другому объяснять. Схватила Лёву за руку и потащила в зал. Усадила на диван, сбегала в кухню и, вернувшись, вставила в руку друга большую игрушку чая. Сидеть ему тут долго. Мне предстоит рассказать Лёве всё с самого начала. Деревянный идол дал мне три дня на сборы. Закончила я спустя минут тридцать непрерывного вещания. «Ох, мать, на твоём месте должен был оказаться я», застонал друг в голос, не скрывая глубины разочарования. «Это же я о таком с детства мечтал. Это же какие перспективы?» «Мда, вот она, вселенская несправедливость в действии». «Жалко, что нельзя поменяться с тобой местами. С нескрываемым сарказмом поддела я друга». «Действительно жалко. А точно нельзя?» не понял он. «Точно», отрезала, переходя на деловой тон. «Так что предлагаешь делать?» «Экспериментировать с жизнью племянницы я не собиралась ни при каких условиях». Радоваться сморозил глупость Лёва и мне захотелось его подушкой стукнуть. «Для кого я столько распиналась?» потянулась за маленькой думкой, лежащей на диване. «Не получается». Разочаровала, запуская в него свой снаряд, чтобы настроить на серьёзный лад. «Сейчас мне нужен твой совет, а не зависть». Лёва перестроился сразу, как только понял, что я не шучу. «Так, погоди, дай подумать». Друг вскочил с дивана и принялся ходить из стороны в сторону. Наблюдать это пришлось минут десять, не меньше, а потом мой мегамозг хлопнул себя по лбу и сел обратно. «Так, как у тебя будет возможность навещать родных, иногда с ними связываться, а в конце концов и вовсе вернуться, инсценировка смерти отпадает». «Да ладно». Я потянулась за новой подушкой. «Лёва, я тебя стукну сейчас ещё раз», предупредила честно. «Мне даже представить страшно, чтобы пришлось пережить родным в случае моей смерти. А Катя вообще ещё от родов не отошла, не шути так». Лёва уставился на меня возмущённо. «Вот и я о том. Какие шутки. Я перебираю все варианты и прихожу к выводу, что на больничную койку, в кому, в закрытый психдиспансер или в СИЗО тоже не вариант. Родственники потребуют встречи». Новую подушку в него всё же кидать пришлось, но он увернулся и поймал её. «Вы с мамой сговорились, что ли, Лёв?» Возмутилась я вдвойне сильнее от того, что промахнулась. «Я тебя зачем позвала? Чтобы ты мне помог найти подходящий», выделила голосом способ. «А ты строишь из себя капитана очевидность». Лёва сел и ссутулился. «Ну, прости, Даш, я тоже волнуюсь. Он взял мою руку в свою и пожал. А может, мне с тобой можно, а?» «Эх, как было бы хорошо. Я бы сейчас вдвое меньше переживала. Но нет». «Нельзя, Лев. Никак нельзя», сказала тихо и погладила друга по руке, сжимающей моё. «Кто салонами управлять будет?» «Столько людей без работы останется, если их закрыть. Сам подумай. На тебя у них вся надежда». Лёва вздохнул, признавая логику моих слов. «А вот когда вернусь с отработки, ты сам пойдёшь к Светодару и заключишь с ним сделку. Только прошу, сейчас не отвлекайся, пожалуйста». Ночь уже давно накрыла город, а сна у меня не было ни в одном глазу. Наоборот, жажда деятельности захватила со страшной силой. Хотелось бежать куда-нибудь, хотя бы к тому же нотариусу что-то ещё предпринять. Это, наверное, чай виноват. Слишком крепкий заварила, а выпила целую пол-литровую кружку. «Ладно, ладно», смирился Лёва. «Я предлагаю тебе отправиться якобы на учёбу или в паломнический тур с благодарностью за рождение племянницы, нужно подчеркнуть, в какую-то малоразвитую или очень закрытую страну типа Северной Кореи, ну или Бирмы». Я откинулась на спинку кресла, глянула на Лёву внимательно и в раздумьях постучала по подлокотникам пальцами. В принципе, идея неплохая. «А такие бывают?» уточнила, прежде чем радоваться. «А как же, в наше время чего только не бывает», очень серьёзно заверил меня друг. «Отлично, возьмём комбинированный вариант. Допустим, мне пришло долгожданное секретное приглашение на обучение искусству управления большими коллективами от очень дорогого, умного и трудноуловимого гуру, который параллельно учит это всё совмещать с замужеством и рождением детей». «Точно, гениально, Даша!» восхитился Лёва. «Твои сразу тебе и пирогов в дорогу напекут. Муж и дети для них кодовые слова». «Именно. Давай поищем теперь страну. Только учти, Северная Корея сразу мимо». Друг понятливо кивнул и, достав свой телефон, открыл поисковик. Глава третья «Давай я хоть сумку помогу тебе донести», не отставал Лёва. Он вышел вслед за мной из машины у нужной тропинки и теперь стоял и настаивал на своём желании проводить до места Икс. Отчаянный. Я всё же задумалась над предложением друга. Лес выглядел приветливо. Манил свежей листвой и утренней росой блестящей на травке. Но я-то знала, что там внутри. Поэтому умиротворяющим видом не обманывалась. Соответственно, и компания друга меня бы очень подбодрила. И раз он так настаивает, давай, заодно место запомнишь. Не стала больше отказываться от заманчивого предложения. Лёва мне очень помог в минувшие три дня сборов и с работой, и с оформлением кучи документов, и даже с объяснениями семье. А теперь вот и до места подвёз, чтобы не пришлось на такси ехать. На узкую тропинку я встала первой. Всё же мой путь никто за меня не пройдёт. Лев пристроился за мной. Душа ныла от неизвестности и тоски, которые легли на неё тяжёлым камнем. Расставаться с привычным миром и родными было больно. Я понятия не имела, когда увижу или хотя бы услышу дорогих мне людей в следующий раз. Хотелось плакать. «Даш, я даже по твоей спине вижу, как ты предаёшься унынию», сообщил друг буквально через пару шагов. «А как иначе? Я бы у него сейчас с сарказмом спросила, а ты бы не предавался на моём месте?» Но не стала, потому что точно знала ответ. Лёва бы не предавался. Лёва бы радовался. «Я оставляю здесь всё самое дорогое и любимое, Лев». Упавшим голосом всё же попыталась донести до него. «Я ведь не хотела приключений. Меня всё устраивало в моей жизни. Конечно, я в унынии». «Ну и зря», — бодро воскликнул Лёва, будто только и ждал возможности меня убедить. «Посмотри на это с другой стороны. Всё, что не делается, к лучшему. Родители твои счастливы, они понянчат внучку и будут ждать тебя просветлённой. Макс почувствует себя наконец-то главой семьи, а то ты его подавляла». «Но это уже совсем». «Я? Неправда!» — возразила возмущённо. «Правда, правда», — просветил меня друг тоном заправского знатока. «Он тебя боялся». Пф, я даже не нашла, что ответить. Но готова была признать, в словах друга имеется доля истины. Вчера муж сестры даже не сразу смог спрятать радость, когда я объявила, что улетаю учиться в Бирму к великому гуру, а когда вернусь или позвоню, не имею понятия. Родители и Катя поначалу, в отличие от него, встревожились, но мы с Лёвой рассказали им такую убедительную легенду про школу, из которой все возвращаются мудрыми и счастливыми, что они за меня в конце концов порадовались. На работе и без меня всё будет идти своим чередом под чутким руководством друга и управляющего. А Дмитрий? К своему стыду я ему даже ничего не сказала. Настолько он оказался неважной сошкой в моей жизни, что я попросту закрутившись забыла это сделать. Ты погрязла в жизненном болоте и выстроила вокруг себя непробиваемую зону комфорта, продолжал лекцию доморощенный психолог. Так бы и померла, ничего не поменяв. Скорее всего, и тут друг прав. Я думала о семье и детях, но постоянно находила причины эти планы отодвинуть. Боюсь, что с рождением племянницы я вообще о них забыла. Возразить мне было совершенно нечего. Лёва вздохнула и пожала плечами. Ты так всё подаёшь, Лёва, что я скоро сама себе завидовать начну. Только проворчала, мысленно обещая себе всё в жизни изменить, как только отработаю и вернусь. И правильно сделаешь. Я уже тебе завидую. Воодушевлённо сообщил Лев. Я не смогла сдержать улыбки. Вот кто фанат всего нового и необычного. Он радовался за меня так искренне, что я почувствовала себя гораздо лучше. Хоть я и знала позицию друга с самого начала, но сейчас слова, которые я на протяжении последних дней слышала миллион раз, наконец обретали смысл и достигали цели. Мне даже идти стало легче. Пропала обречённость идущего на казнь. Спасибо, Лев. Что бы я без тебя делала? Расчувствовавшись, поблагодарила и смахнулась ресниц слезу. Страшно представить, что... Патетично и ехидно ответил друг, неожиданно оборвав фразу. Послышался его громкий выдох и на нём почти шёпот. Это он? Да, там, за тонкими берёзками, на поляне был он, Светодар. Я намеренно не смотрела вперёд раньше времени. Разглядывала лесные цветы, слушала Лёву и щебет птиц, вдыхала запах травы и грибов, но чувствовала приближение к проклятому месту всеми фибрами своей души. Ещё десяток шагов, и мы вышли на поляну к Истукану. Ну всё, надо прощаться. Развернулась я к другу и протянула руку за сумкой. Лёва глянул на часы. Мы прямо вовремя, без двух минут десять. Сказал друг и, шагнув ко мне, сжал в объятиях. Жалко, что не смогу проводить тебя до конца и своими глазами увидеть. Да почему же не сможешь? Можешь. Пробасил деревянный идол, и Лев выронил сумку. Всё равно ты уже обо мне знаешь, а если и начнёшь болтать, никто тебе не поверит. Мать честная, он говорящий. Я глянула на друга осуждающе, а все дни делал вид, что верил мне. Дашка, ничего себе! Лев плюхнулся на колени рядом с сумкой, не жалея дорогих летних брюк. Приветствую, о великий Светодар! Я закатила глаза. Лично я падать ниц не собиралась. Наверное, уже привыкла к мысли, что Истукан реальный и живой. И немного на него злилась, хоть и прекрасно понимала, что во всём виновата сама. Хотела поднять друга с колен, но воздух задрожал, сгустился и раздался пробирающий до мурашек звук, а за ним из пространства выскочил поезд. Диковинный на вид, но всё же поезд, потому что на поляне остановился локомотив, а в пространственной дыре скрывались вагоны. Вот рельсов и проводов не наблюдалось, а так, как есть поезд. Дверь головного вагона распахнулась, и в проёме появилась красивая стройная девушка в длинном синем платье. Лёва вскочил на ноги и встал со мной плечом к плечу, уставившись на неё. Нора, сухо, как и положено дереву, поприветствовал девушку из тукан. «Светодар», ответила она, «это то, о чём я думаю?» Нора оглядела нас с Лёвой внимательно, демонстрируя, что конкретно имела в виду. «Если добавишь недостающие капли восторга, то да, готово». Мы с другом наблюдали за переговорами этих двоих не дыша. Не знаю, как у Лёвы, а у меня волосы на затылке шевелились от происходящих на поляне сверхъестественных событий. Нора, кивнув, достала из кармана и ударила им по полу тамбора. Из его порога мгновенно выросла лестница, ведущая на землю. Затем девушка прикоснулась к стене, и выход преградил светящийся барьер, а перед ним, прямо в воздухе, завис прозрачный сосуд, наполненный до середины чем-то сияющим. Небольшой совсем, размером с изящно изогнутую пробирку. Пузатенькую снизу, сужающуюся кверху и снова расходящуюся воронкой, готовой принимать, как я поняла, тот самый восторг. Пассажиры, следующие по маршруту до станции «Оскудевший мир». Прошу пройти на выход. Объявила Нора в свой многофункциональный флажок, будто в микрофон, и её приятный, хорошо поставленный голос улетел в пространство вагонов. «Оскудевший мир?» Мы с другом переглянулись. «Это, наверное, потому, что у нас магии нет», прошептал мне на ухо Лёва. Но развить мы эту тему не успели. В тамборе появился первый пассажир. Круглый бородатый гном. Ну, прямо точь-точь, какими их в кино показывают. Длинные рыжие волосы, заплетённые в косы, косматая борода до пояса, полосатые шаровары и кожаный жилет с наклёпками. Разве что секиры на плече не хватало. Вместо неё он волок объёмный мешок. Гном прокатился в перевалочку до самого заграждения, коснулся рукой сосуда, и в нём тотчас зародился голубой вихрь. Он молниеносно пронёсся по стенкам и осел на содержимом несколькими искорками. Нора улыбнулась и дотронулась флажком до преграды. Она исчезла. Гном наступил на лестницу и спустился на землю коренастым мужчиной с аккуратной бородой и стрижкой. Одет он оказался в обычный костюм, а его мешок превратился в клетчатый чемодан. Обалдеть! Бывший гном поклонился Светодару, кивнул нам с Лёвой, махнул пухлой рукой Нори, да и пошёл себе не спеша к трассе по той тропинке, по которой мы сюда пришли. «Моя жизнь уже никогда не будет прежней», пробормотал ему в спину друг. «Так-то моя тоже, но было не до болтовни. Я уже смотрела на нового пассажира, вернее, пассажирку, появившуюся в тамбуре. Эта красотка по всем признакам была эльфийкой. Во всяком случае, длинные уши, белоснежные сложные косы и огромные вытянутые к вискам синие глаза мне казались эльфийскими. Дамочка проделала всё то же самое, что и гном, её искорки присоединились к синим гномьям зелёными бликами и, спустившись, превратилась в гламурную блондинку в модном прикиде и с брендовой сумкой на колёсиках. За ней вышли ещё двое пассажиров. Эти, правда, с виду и так были люди, и их метаморфозы оказались не столь разительными, чтобы офигеть окончательно. У них только наряды изменились, с чёпорных на современные. А искры, которые упали к остальному восторгу, имели цвет грязного снега. Маги, наверное, сделал заключение Лёва, когда они скрылись из вида. А больше в тамбуре никто не появился. «Все?» пробасил Светодар. «Одну минуточку», нахмурившись, ответила Нора, выводя в воздухе флажком замысловатый знак. Перед ней вспыхнули буквы и цифры. Я не успела прочитать, они быстро пропали. Но Нора успела и опять использовала свой волшебный флажок как переговорное устройство. «Мартин, дружочек, у тебя в вагоне в третьем купе пассажирка с билетом доску девшего. Поторопи, будь добр». «Так это Нора», ответил ей невидимый собеседник. «Она не может найти свой артефакт для появления на солнце?» «У меня есть запасной, отправляй», распорядилась Нора. «Вампирша, наверное», тихонько прокомментировал мне на ухо Лев. «Наверное». Я, конечно, не такой специалист по фэнтези, как мой друг, но фильмы про блестящих на солнце вампиров смотрела. Вскоре предполагаемая вампирша появилась в тамбуре. Бледная, худая, с яркалыми губами и длинными смоляными волосами. Она приняла от Норы кольцо, надела его на палец и отсыпала в сосуд ну прямо очень много красных искр. А хозяйка поезда разулыбалась ей вслед, невероятно довольная собой. Когда вампирша, ставшая на земле годкой, скрылась в лесу, Нора подхватила пробирку, взболтала ее хорошенько, делая разноцветные искры одним целым с прошлым содержимым. Сняла барьер и ступила на лестницу. Шаг, другой, третий. И вот уже вместо молодой красавицы к нам идет женщина в годах. Еще два шага, и на лужайке оказывается седая сгорбленная старушка. Мне разом поплохело, и я ухватила Леву за руку. Друг сжал мою ладонь, но, к сожалению, плохое предчувствие от его поддержки не исчезло. Нора медленно подошла к Светодару и вылила содержимое сосуда в его деревянную ладонь. Идол засиял, пошел рябью, и вскоре перед нами вместо него предстал широкоплечий русоволосый мужчина с окладистой бородкой. «Я принимаю твой долг, Элеонора, и считаю его исполненным», сказал он, царственно погладив старушку по седой голове. «Передай дела новой хозяйке маршрута и можешь идти на все четыре стороны». «Минуточку. Это куда же бабуле идти? Может, ей хоть такси вызвать? Или лучше Левка ее пускай довезет до города?» Только хотела предложить, но Нора тоже оказалась не из молчаливых. «Какие такие четыре стороны, Светодар?» Прищурившись, спросила она и подбоченилась воинственно. «Я работала на тебя пятьдесят три года, два месяца и шесть дней. В воскудевшем мире не осталось никого, к кому мне было бы возвращаться. Я всю молодость положила на твой маршрут». Сердце заныло тоской, и Лева сжал мою руку еще сильнее. Я думаю, ему в этот момент резко перехотелось меняться со мной местами. Вероятно, он даже начал мне сочувствовать, так как тяжкий вздох стержать не смог. «Что же я могу поделать, Элеонора?» Равнодушно пожал плечами истукан. «Не моя вина, что ты собирала восторг так медленно. Свои ошибки ты совершала сама. Но я не зло. Я всегда рада дарить шансам всех просящих. Поэтому у меня есть альтернатива. Ты можешь сохранить даруемую маршрутом вечную молодость и купить билет в любой мир». А взамен проявила прозорливость бабуля. «Раз в год будешь приезжать сюда и отдавать мне дань. Сосуд восторга». А человечный светодар вытащил из кармана пустую колбочку и покрутил в пальцах, демонстрируя достаточно приличный объем. Раза в три больше, чем тот, что вылила на него нора. «Как ты будешь его добывать и где, меня не волнует. Не принесешь дань, перестанешь существовать. Принесешь, продлишь жизнь на целый длинный год. Идет?» «Идет», — обрадовалась бабушка нора, и глаза ее заблестели азартным задором. «Возможно, я чего-то не понимаю, но ведь его предложение выглядело как настоящая кабала. Чему она радуется?» «Тогда оплатой твоего проезда на будущее место жительства станет помощь новой хозяйке. Ты введешь ее в курс дела, пока будешь добираться до приглянувшегося мира. Торжественно заключил Светодар, и в землю вонзилась молния, прилетевшая с совершенно чистого неба. Нора радостно ударила в ладоши, и горной козочкой заскочила обратно в вагон, опять превращаясь в молодую и красивую девушку. А вымогатель волшебного восторга повернулся к нам с другом и уставился тяжелым взглядом. Холодок пробежал по моей спине, и даже все лесные звуки стихли. Это обозначало только одно — пришла пора прощаться».